Урок русского языка Правописание «не» с разными частями речи Каковы же цели нашего урока? Сегодня на уроке вы узнаете о плюсах и минусах интернета и книг Вы научитесь писать все рассуждения на основе текста Выражая свое отношение к проблеме или авторской позиции Правильно писать «не» с разными частями речи Не все мы обращаем внимание на то, каким образом и откуда к нам приходит информация В современном мире трудно быть самостоятельным в информационном плане В связи с этим мы зачастую обращаемся к интернету Так называется всемирная паутина Это мгновенный способ найти новейшую информацию Но могут возникнуть вопросы А действительно ли эта информация достоверна? Как она попадает в интернет? И можно ли доверять потоку данной информации? Безопасно ли долго сидеть перед монитором? Эти и другие вопросы беспокоят каждого здравомыслящего человека Безусловно, интернет является неотъемлемой частью нашей жизни Если в середине прошлого века люди не знали, что это такое То сегодня мы не можем представить себя без электронной книги, интернета, социальных сетей Блужданий по сайтам Интернет или книга? Сегодня много говорят о том, что чтение книг сошло на нет Что интернет вытесняет книги Современная молодежь буквально живет в нем Да, это так Но очень хотелось, чтобы из-за него не исчезли книги Ведь книга – это маленькое чудо Всегда готова помочь, посоветовать, подбодрить Перелистывая страницы, мы погружаемся в мир полный тайн, приключений, загадок Есть книги, которые с детства и юности Запав душу человека сопровождают его на протяжении всей жизни Они успокаивают в несчастье, наводят на раздумья, доставляют радость Большинство людей считает, что чтение доступно любому грамотному Но это не так Замечательный русский философ Иван Ильин писал Истинное чтение есть своего рода художественное ясновидение Которое призвано верно и полно воспроизвести духовные видения другого человека Вопрос, убьет ли книгу интернет, интересует многих Кто-то отвечает «да, безусловно» Кто-то говорит, что не надо спешить с ответом Советуют во всем разобраться А как думаете вы, ребята? Я сейчас предлагаю вам выполнить следующее задание Прочитайте словарные статьи о книге Книга – это не просто обложка и страницы Это нечто большее Книга – это ключ к знаниям, мудрости, опыту Ведь произведения великих писателей не только обогащают наш кругозор Но и часто становятся настоящими помощниками в жизни Книга, как источник знаний, учит нас мыслить, уважать людей, быть честными Книга – это жизненный путеводитель, сокровищница знаний Заметьте, что читающие люди могут легче выразить свои мысли Могут всегда поддержать разговор Их речь более правильная Итак, ребята, вы заметили, что в первой части статьи Встречаются слова на орфограмму правописания «не» с разными частями речи Прокомментируйте правописание «не» со словами Вы пишите в таблицу из словарных статей словосочетания, характеризующую книгу С опорой на таблицу сформулируйте определение книги Проверим Книга – это не просто обложка и страницы Это нечто большее Как вы заметили, ребята, в данном предложении «не» просто пишется раздельно «Нечто» пишется слитно Книга – это ключ к знаниям, мудрости, опыту Ведь произведения великих писателей не только обогащают наш кругозор но и часто становятся настоящими помощниками в жизни Не только пишем раздельно Ребята, у вас было задание выписать словосочетание, характеризующую книгу Книга – ключ к знаниям, мудрости, опыту Книга – источник знаний Книга – жизненный путеводитель, сокровищница знаний Ребята, если вы объяснили правописание не со словами, записали словосочетание в таблицу, сформулировали определение книги то получаете 5 баллов за данное задание Среди учащихся 7-9 классов было проведено анкетирование о пользе книги и интернета Взгляды ваших сверстников по этому вопросу разные Прочитайте их высказывания За книгу Книга – и учитель, и помощник, и друг Иногда я читаю электронный вариант В интернете можно найти любую информацию очень быстро С книгами чуть сложнее Но для меня книга важнее Так как ее можно почувствовать От книг не болят глаза Книга может поменять мировоззрение и мысли Чтение книг развивает речь и память Вот что сказали ребята за интернет Интернет выбирают, потому что в интернете можно найти все, что захочешь Интернет важнее, так как там можно смотреть фильм, общаться в соцсетях Для издания книги нужно вырубить несколько деревьев Поэтому я выбираю интернет Ребята, которые выступили и за интернет, и за книгу Для меня важны как книга, так и интернет Потому что я беру информацию из интернета А для интереса читаю книги Я не могу выбрать что-то одно Компьютер нужен для развлечения, а книга для личностного роста Для меня одинаково важны и книга, и интернет Все зависит от моего настроения и количества имеющегося у меня времени Ребята, теперь я предлагаю вам выполнить задание Используя дискуссии о книге и интернете Напишите эсэр осуждения о том, что вы выбираете Книгу или интернет Выразите в нем свое отношение к обсуждаемой проблеме Ребята, прежде чем приступить к работе над эссе Давайте с вами вспомним, какой тип речи мы называем рассуждением Рассуждение – это тип речи, в котором автор размышляет, обдумывает что-то Стараясь при этом установить следственные связи между явлениями И приходит к какому-либо выводу суждению Основная коммуникативная цель рассуждения – убедить, объяснить Какова же структура эссе рассуждения? Первое – вступление – тезис Тезис – это мысль, которая будет доказываться в ходе рассуждения Второй пункт – основная часть – аргументы Аргументы – примеры, приводимые с целью доказательства истинности тезиса И третья часть – заключение – вывод Вывод – это подведение итогов рассуждения Ребята, обратите внимание на опорные слова для эссе рассуждения За эссе рассуждения вы получаете 10 баллов Если пишете эссе объёмом 100-120 слов Раскрываете тему эссе Соблюдаете структуру эссе Формулируете тезис Приводите два аргумента в поддержку своего мнения Делаете выводы Выражаете своё мнение по данной проблеме Соблюдаете орфографические нормы языка И соблюдаете пунктационные нормы языка Ребята, оцените свою работу на уроке Подведём итог нашего урока Сегодня на уроке вы узнали о плюсах и минусах интернета и книг Вы научились писать эссе рассуждения Выражая своё отношение к проблеме или авторской позиции Правильно писать не с разными частями речи Для закрепления учебного материала Рекомендуется выполнить упражнение 338 на странице 188 В учебнике русский язык за 7 класс Под редакцией Сабитова и Скверенко Алматы Миктеп за 2018 год Также вы можете составить синквейн к слову интернет Или выполните тест Правописание не и ни с разными частями речи Пройдя по ссылке До новых встреч! Спасибо за урок!